друзья всем привет вы на канале мото санчо сегодня среда 6 января и на этот день я наметил себе долгое муторное возможно не самое интересное но крайне необходимое дело отмывку блока москвичевского двигателя ведь пока блок не станет идеально чистым сборку начинать нельзя какой же у меня здесь есть нюанс это пожалуй гильзы в книгах написано и в комментариях мне многие подсказывали что гильзы в москвичевском блоке цилиндров не фиксируются просто вставляются сверху прижимаются головкой а снизу уплотняются медным кольцом и при разборке могут выпасть либо подняться под действием поршней при провороте коленчатого вала вот только в моем случае они стоят мертво не шевелятся не болтаются не выпали и поршнями не поднялись и честно говоря меня в этом положении все устраивает эти гильзы я не хотел бы доставать и не хотел бы менять дело в том что состояние у них еще очень хорошее износ минимальный а во вторых они правильно сейчас сориентированы относительно поршней если мы возьмем поршень первого цилиндра и установим его в первый цилиндр то они друг относительно друга станут именно в то положение в котором работали вместе предыдущие 50 тысяч километров можно конечно нанести какие-то метки чтобы позиционировать гильзы относительно блока извлечь их а затем установить в том же положении в котором они стояли ну плюс-минус доли миллиметра это будет лучше чем просто вкидывать гильзы наугад и этот вариант я оставлю на случай если уплотнение в стыке гильз и блока потеряла свою герметичность что кстати очень вероятно но для начала попробую вымыть полость охлаждения не извлекая гильзы а там как видим у нас скопилось огромное количество хлопьев ржавчины и накипи придется сейчас разворачивать мойку высокого давления а на улице в честь такого дела даже снежок мелкий пошел двигатель у нас готов точнее все что от него осталось мойка тоже готово приступаем к водным процедурам скажу я вам это хлопотная дельца движок весь мокрый вокруг в радиусе 3 метров все мокрое я тоже весь мокрый но зато от всего шлама из полости охлаждения мы избавились до самого дна все чисто а если где-то и есть пятнышки ржавчины то нейтрализовать ее можно будет залив в систему охлаждения двигателя раствор лимонной кислоты заодно и в радиаторе накипь погоняем ну а сейчас пока гильзы не прожавели берем двигатель и несем сушиться шпильками поставил его прямо на горячую печку а гильзы сейчас продую с сжатым воздухом сам процесс сушки какого-то особого контроля не требует знай себе подбрасывай дровишки дожди когда вся вода испарится поэтому освободившееся время я предлагаю занять распаковкой посылок точнее правильнее будет их назвать сегодня рождественскими подарками ведь сегодня уже вечер 6 января завтра седьмое день когда православная церковь отмечает рождество работать в этот день не принято да и сегодня вечером тоже пожалуй уже не стоит поэтому давайте займемся приятным будем открывать подарки кстати пользуясь случаем всю православную аудиторию моего канала поздравляю с праздником с рождеством вас друзья начнем давайте с посылки из китая она упакована в желтый бумажный конверт с надписью kids for bicycle какие-то детали для велосипеда возможно для мотоцикла скорее всего это что-то заказанное мной но доставка из китая занимает столько времени что я успеваю забыть что я там заказывал может быть это рулевой демпфер да он и есть смотрите-ка братцы я ведь для примерки на днепр снимал специально ураловский демпфер а сейчас днепру пришел его новенький но точно такой же работает ставим в самое жесткое положение ого даже не тянется еле 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 ну-ка где-нибудь посерединке пошел на урале он уже один сезон отходил около десяти тысяч километров не потек ничего с ним не случилось в общем я доволен поэтому такой и заказал ссылочку на всякий случай закреплю еще одна посылочка приехала к нам из костюкович могилевской области от шунеборова дмитрия андреевича могилевская область беларусь внутри видим аккуратные свертки подозреваю что это запчасти для москвича очень осторожно сейчас распакую и мы с вами посмотрим что здесь есть вот что обнаружилось внутри две пластиковые крутелки подозреваю что от москвичевского радиоприемника правда на моем радио они немножко другой конфигурации возможно есть отличия по годам выпуска два подвижных контакта зажигания один совершенно новый второй чуть б.у. но тоже бодрый в хорошем состоянии совершенно новый бегунок распределителя зажигания ну а на сладкое я оставил комплект коренных вкладышей москвича нулевого ремонта номинальный класс то что надо для сборки спасибо большое прям актуально там же в посылке нашлось и письмо здравствуйте александр я наблюдаю за вашим каналом уже на протяжении трех лет благодаря вашим видео в конце 2019 года купил себе днепр мт11 это уже четвертый днепр в моем владении надеюсь что эти коренные вкладыши пригодятся в ремонте москвича с наступившим новым годом желаю поменьше ремонтов побольше путешествий по скрипту очень бы хотелось встретиться вживую надеюсь когда-нибудь это произойдет привет михаилу и танюшке спасибо большое уверен живую когда-нибудь встретимся беларусь она ведь маленькая земля круглая ну и еще две коробки приехали ко мне буквально сегодня доставили их курьером прямо домой позвонили сказали выйдите получите и здесь нет никаких данных по отправителю я знаю что приехали они из москвы но от кого не известно к одной из коробок прикреплено большое письмо возможно она прольет нам свет о их происхождении судя по упаковке это не просто посылки а именно подарки к праздникам красивая упаковочная бумага со снежинками ленточки бантики я сразу даже подумал что это не мне но нет написано адресат шут александр вячеславович это я давайте попробуем аккуратно из-под скотча это письмо извлечь вся вся посылка перемотана тщательно скотчем вместе с ленточками вместе с бантиками ну вот только таким образом получилось письмо отделить ого как все серьезно начну читать самые верхние строчки ничего не пропуская чтобы передать всю обстоятельность и серьезность название документа письмо адресат шут александр вячеславович тема сопроводительная информация к почтовой посылке честно сказать мне вспомнилось как я писал диплом в универе а потом работал инженером-конструктором все четко лаконично и по делу уважаемый александр вячеславович рад приветствовать вас данным письмом в котором хочу изложить свое отношение к вашему каналу и поблагодарить за возможность возвращаться в годы детства вспоминая как мы с братом каждый летний день на даче ремонтировали если это можно так назвать старенькие карпаты и и mz 8 103 10 сегодня течет совершенно другая жизнь но включая ваш канал получается сделать вдох той беззаботности и какой-то неописуемой легкости которая вызывает улыбку на лице и приятное ощущение на душе это в беспрерывном потоке активности очень важно и в целом помогает переключаться очень удобно поставить в графике сборку редуктора или еще какой-нибудь железной штуки и закрывшись в кабинете выпить чашку чая смотря на все ваши чудотворения руками вникая в задачи которые не имеют ничего общего с моей работой спасибо вам за это переходя к описанию посылки хочу сразу предупредить что если вы скажете это мы оставим до лучших времен такое лучше припасти и все прочие формулировки которые отложат посылку в долгий и неиспользуемый ящик отпишусь от канала и больше не буду вас смотреть обижусь из принципа теперь о сути моего обращения при просмотре канала я заметил что вы крайне мало внимания уделяете вопросу мотоэкипировки что неправильно с точки зрения безопасности и комфорта перемещения поэтому так как я физически не бываю в магазинах где продаются запчасти на урал и днепры москвичи и иные агрегаты вашего хозяйства да и не понимаю в их элементах ровным счетом ничего высылаю вам на пробу модели которые использую сам если понравится сделаем это доброй традицией и будем расширять ассортимент ну а если не понравится придумаем что-нибудь еще выбирая вам подарок рассказал о канале в магазине моторика мужчины обещали его теперь внимательно смотреть рад впервые вам отправить посылку с наступившим вас новым годом по скрипту мой ник мистер айван что означает мистер иван такое обычное русское имя что же спасибо иван спасибо давай посмотрим что там как уже ясно стало из письма тут что-то из мотоэкипа но что именно сиди сиди они производят по моему многое например мотообувь по размерам коробки кстати похоже на то да так и есть слушай классные кеды я не знаю как они правильно называются но такие замшевые классические кеды я бы в них просто ходил не обязательно ездить в комплекте с ними нашлись яркие оранжевые шнурки то есть хочешь с черными ходи хочешь с оранжевыми размер европейский 45 как раз то что надо супер спасибо что же во второй коробке новогодние елочки на зеленом фоне шелест разворачиваемой бумаги ага это было вверх ногами поздравляю с новым годом красиво а это что-то туристическое может этот дождевик да думаю это что-то имеющее отношение к защите от дождя это бахилы на ноги отлично а это а это весь комплект дождевика штаны куртка размера xl супер теперь мне не грозит мокнуть под дождем ну или танюшки с дождевиками у меня довольно сложные отношения я предпочитаю на танюшку его одеть а сам ехать мокнуть потому как если дождь не пойдет то я в нем начинаю преть класс со всеми липучками со светоотражайками яркий заметный дождевик костюмчик пришелся в пору все классно и по длине рукавов и по плечам будут теперь на трассе в дождь пугать белорусских водителей поскольку расцветка точно как у наших гаишников спасибо тебе иван за подарки и взаимно с праздниками но у меня на сегодня есть еще одно дельце пока я распаковывал посылки блок полностью высох он теплый вода вся с него испарилась и сейчас самое время на стык гильз и блока нанести мел это нам поможет в определении герметичности этого стыка для этого я взял немного мела белого не нашел нашел светло-зеленый такой фисташковый растворил его в воде и сейчас кисточкой аккуратно буду промазывать стык по сути это у меня получилась краска на водной основе а вода ни в какую не хотела смачивать масляную пленку которая изнутри покрывает весь двигатель но если долго мучаться что-нибудь получится слой за слоем каплю за каплей мел я на стык гильз и блока перенес видим все укрыто все хорошо и это у нас будет своеобразный индикаторный слой когда мел весь высохнет он станет более светлый практически белый вот тогда я блок перевернул и с обратной стороны начну проливать его проникающей жидкостью например керосином или в дэшкой по этому индикаторному слою мы сразу увидим где эта жидкость пробьется где она протечет ну а пока оставляем его сохнуть на этом на сегодня закончим всем спасибо всем счастливо и всем пока